В областной клинической больнице после масштабной реконструкции открылся операционный блок. Глава региона Игорь Руденя осмотрел полностью обновленное помещение и оборудование, пообщался с медиками, которые будут там работать. После чего состоялась торжественная церемония награждения сотрудников медицинского учреждения. Ирина Синягина расскажет обо всем подробнее. Ремонт в операционном блоке длился почти два года. Здесь были проделаны большие работы, отремонтированы помещения, усовершенствована система пожарной безопасности, освещение и электроснабжение, обустроены системы видеонаблюдения и контроль доступа. Оперблок оснастили новым оборудованием. Столы для проведения хирургических вмешательств, анестезиологические и аспирационные системы, лампы для освещения операционной — все это российского производства, а также консоли для подводки медицинских газов и другое. Областная больница — передовое учреждение здравоохранения региона. Здесь выполняют высокотехнологичные операции. Только за год их проведено более трех тысяч, а по остальным направлениям и вовсе 15 тысяч. Самое дорогостоящее — это пять наркозных аппаратов, пять столов операционных. Дело в Беларуси, но тоже очень современное. Настолько хорошее, что мы в очередь стояли за ним. И лампы для операционного поля, операционные лампы, они отечественные. Нам, конечно, как воздух нужны были эти пять операционных залов. Я думаю, что врачи и сестры, которые будут там работать, будут очень довольны. Ну и пациенты, естественно. Мы же для пациентов работаем. В оперблоке номер два будут осуществляться оперативные вмешательства, включая высокотехнологичные по пяти профилям. Акушерство, гинекология, урология, оториноларингология, травматология, ортопедия, хирургия. Операции начнутся уже со следующего понедельника. На торжественной церемонии награждения сотрудников ОКБ Игорь Руденя отметил, модернизация больниц и других учреждений Тверской области стала возможной благодаря поддержке президента России Владимира Путина. Основная задача медицины, которая сегодня есть, это быть ближе к людям. Это продолжение программы модернизации первичного звена. Что очень важно, что сегодня уже смещается акцент на процессы кадрового распределения в регионах, уточнение компетенций, обучение специалистов, повышение системы мотивации. Хотел бы привести слова нашего выдающегося хирурга, учёного с мировым именем, нашего святого архиепископа Луки Крымского, фамилия была в мировой, знаете, воина Есеницкий, он говорил, что для хирурга не должно быть случая, а только живой человек. Это очень глубокая фраза, которая, я думаю, определяет вообще характер работы любого медицинского работника. За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу медаль Луки Крымского передана заведующему отделением, врачу-хирургу ожогового отделения больницы Сергею Пополитову. За мою бытность заведующего отделения, к сожалению, произошло два таких больших массовых поступления. Это взрыв в Редкино на заводе и пострадавшие с НИИ, с нашего сгорода. Отрадно, что коллектив всегда готов к таким случаям. Благодарность губернатора объявлена Алексею Анохину. Заведующему кардиохирургическим отделением врачу, сердечно-сосудистому хирургу. Когда оценивают твой труд, это, наверное, приятно. И начинаешь понимать, что не зря работаешь и не зря проводишь огромное количество времени на работе операционной. Такой же наградой отмечена деятельность Владимира Сладкевича, заведующего нейрохирургическим отделением номер два. Романа Кудряшова, инженера службы вентиляции, кондиционирования и отопления. А также Вадима Харпалёва, инженера электрика электротехнической лаборатории. Отметим, что обновление условий для лечения пациентов и работы врачей в ОКБ продолжается. В настоящее время завершаются работы в новом отделении реабилитации. Продолжение следует...